Скажите, пожалуйста, вы обещали измену Конституцию, когда люди доведаются, что это конкретно за измену, когда они будут принять? Вы обещали, что до президентских выборов шансов осталось мало? Значит, я ничего, во-первых, не обещал, как вы сказали. Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Что касается президентских выборов, и что я сказал, что к президентским выборам изменим Конституцию, это бы напрасно. Зачем вы мне в глазах говорите то, что я не обещал. Глупо было бы с моей стороны сегодня заявить о том, что мы президентским выбором сменим Конституцию. А что я обещал? Я обещал, что мы начнем над этим работу. Более того, если вы помните, следите за этим, я обещал, что это будет поручено прежде всего классным, сильным специалистам Конституционного суда. Помните это? Конституционного суда. Я поручил. Я не буду вдаваться в подробности, но элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда мне представлены. Вот на основании многих предложений, прежде всего, специалистов Конституционного суда, мы можем переходить к новому этапу. Второму этапу мы, скорее всего, сформируем более широкую группу специалистов, которые попробуют уже написать эту Конституцию в таком сыром виде, представить президенту. Ну, а я уже, если с отцу нужен, я уже представлю всему обществу. И будем... Третий этап, скорее всего, это будет обсуждение общества этой Конституции. Поэтому не упрекайте меня в том, что я не сделал то, что не обещал. А линии термины поставили? Я только что сказал, что-то непонятное. Термины я неяки оставить не намерен и не собираюсь. Мы будем спокойны. Будет готов вариант. Пойдем дальше, к второму, третьему, четвертому этапу. Именно так должна разворачиваться работа. Ни в коем случае. Слушайте, спешка хороша, знаете, здесь нам она неприемлема. Это серьезный вопрос, как будет жить и развиваться страна в будущем. И вы знаете, я вам скажу так, вот, я когда познакомился с предложениями юристов Конституционного суда, требование жестокое было. Кто бы не вносил мне предложение, обязательно подпиши, что это ты внес предложение. Когда судьи Конституционного суда перелопатили нынешнюю Конституцию, они так неплохо знали, и внесли предложение, я посмотрел, думаю, вот когда персональная ответственность за судьбу страны, за то, как будут они жить в этой стране, как дети их будут жить. Меня так это удивило и обрадовало, что люди не собираются ломать нынешнюю Конституцию. Поэтому ответственность должна быть за этот документ.